Попасть внутрь полуразрушенного дома Набатова без сотрудников администрации задачка сложная. Мародерам, к примеру, сначала придется штурмовать забор, потом срезать навесные замки и обходить сторожа, чтобы в итоге попасть в руки бойцов Росгвардии. Каждый подъезд находится по сигнализации. То есть первый подъезд, если пришли посетители, мы их открыли. Если нет посетителей, соответственно, мы его не открываем. У всех жителей практически есть мой телефон, они мне звонят, спрашивают и точняют информацию, есть ли допуск. Сегодня приходят, все, пожалуйста, согласно графику. Посетители, о которых говорит эксперт администрации, это бывшие жильцы Брагинской высотки. В свои квартиры их пускают дважды в неделю. Пенсионер Михаил Соловьев пользуется каждой такой возможностью. Мужчина жил на девятом этаже взорвавшегося подъезда. В тот вечер он вместе с женой был дома. Супруги смотрели телешоу в разных комнатах. Я не почувствовал взрывы. Жена в соседней было. Чувствовала, тряхнула. Я здесь ничего. Два тогда спустились уже. Дымом перекрыло обратно сюда на балкон. Выпихнуло ее. Ну, крыло спасатели. Минут через пять поднялись. Надели. Вывели нас. Кухонный гарнитур, стиральная машина, холодильник, шкафы. Все это выведено и строено всегда останется во взорвавшейся высотке. Мужчина перевозит дорогие сердцу мелочи из своей бывшей трешки. А вы ее уже купили, да? Уже купил, да. Довольны квартирой, которую приобрели? Квартирой довольны. Недовольны деньгами, которые я за нее заплатил. Мне заплатили 2,600. Новая квартира. 60 квадрат двушка. 4,300. Вместе с Михаилом Соловьевым уже купили новые квартиры 59 семей. Еще 9 вышли на сделку. 34 продолжают искать жилье. Селение активно идет. Мэрия города Рослава всячески помогает жителям и в подборе жилья, и в разъяснительной работе. Стремимся к 1 октября. Все, кто должны приобрести новое жилье, чтобы они это право реализовали и воспользовались. Требования к сделке стали мягче. Теперь не обязательно покупать квартиру, равную по площади утраченной. Однако 6 семей такие условия не устраивают, и они даже не начали сбор документов. Тем временем уже с 1 октября платить за съемное жилье придется самостоятельно. Мэрия планирует прекратить выплаты компенсаций. Сносить дом власти планируют начать уже в следующем году. Однако работы стартовать будут только после того, как все жильцы приобретут себе новые квартиры. Что появится на месте этой десятиэтажки, вопрос пока остается открытым. Павел Волков, Сергей Мазилов. День в событиях.